АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот похоже, тебе Зинкураган крышу снес. Но потому что ты не в курсе последние достижения науки, знаешь? Подумаешь парик укрепить. Сейчас новый БФ, не представляешь, как работает. У нас у помойки бомж живет, этот БФ пил. Случайно рука дрогнула, капля на асфальт упала. Наступил, месяц прошел, он все стоит. Да? Вот такая борода уже выросла. К нему учителя школьника водят. Вот дети, как у нас в культуре относятся. На помойку выбросили памятник Достоевскому. СМЕХ Говорю тебе парик у нее. Да лысая она. Что она говорила? В кино звали играть? Ее. Лысую. Ну, только если Котовского. Говорю тебе, ей 92. Ну вот доказательства. Ты в Мавзолее была когда-нибудь? И я была. А она никогда. А почему? Да потому что ей нафига. Она Ленина живьем видела. СМЕХ Да, Зим, ты на лицо посмотри. Посмотри, сплошная шкатурка. Даже не знаю, откуда столько взяла. Ага. Помнишь случай? У нас дом красили. Да? Маляра гнинулся, мешка шкатурки нет. Вот в чем дело. Теперь понятно. У кого носик маленький? У нее? А забыла, как электрик приходил, счетчики менял? Увидел ее? Хлопся в полбу. Ё-моё, я ж забыл рубильник выключить. СМЕХ Не, ну вот, шо в ней хорошего? Загар? Ага. На багамах. Это она так сказала. Да на балконе лампу поставила и легла под нее. Да точно. С ней это и с 19-й Роза Михайловна вместе в сауну ходит. Она ей сказала. Доказательства? На спине у нее доказательства. Роза Михайловна увидала. У нее там знаешь, что отпечаталось? Ну она как легла под лампу, да, не увидела, как со своего балкона на нее сосед Гоги уставился. А у него шнобель знаешь какой? На два балкона. И как раз под лампу попал. И прямо шнобель вместо загара теперь у нее на спине. Вот такие багамы. Говорят, ее муж увидел, даже не ревновал. Потому что даже представить не может, что она кому-то нужна. Кстати, у нее же муж художник, ты знала? Ну в художнике они же всегда в первую очередь своих жен рисуют. Попробуй не нарисуй, кто тебе жрать дает. Хорошо, если просто без обеда оставят. А если сломительный в супчик бросит? Вот и рисуют все же он, подписываются. Да. А этот Люськин муж объелся груш. Знаешь, что он нарисовал? Я же специально на выставку пошла. Две картины на одну тему. Значит, сказочный сюжет. Себя изобразил, будто он Иван-Царевич пустил стрелу, и она в болото. А там жаба. Понимаешь, на что намекает? Понимаешь? Его можно понять. А вторая, это она, жаба, бросилась в озимь и превратилась... Нет, не в красавицу, в инвалида она превратилась в первой группы. Что в ней хорошего? У нее же ничего своего. Ножки прямые. Да это пересадка с трупой, с ДТП. Причем, видишь, волосатые, от мужика. Не, ну ты глянь на нее. Глянь на эту попку. Шикарная. Зин, да ты че? Ты че, не знаешь, как это делается? Находишь в портрет Дженнифер Лопес. Только в профиль. Увеличиваешь, чтоб один к одному. Наклеиваешь на лист фанеры. Потом Дженнифер вырезаешь. Встаешь вместо нее, тоже боком. Берешь китайский компрессор для шины. Вставляешь себе и качаешь, пока фанеру не упрешь. И иди хоть в театр, хоть только на один акт. Потому что риски есть, что спустят с хлопком во время спектакля. Спасибо. 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 Спасибо.